Даже не знаю как назвать этот ролик. Год назад, 31 октября, у меня был 22 года, у меня был ролик под названием «Почему война в Украине не закончится никогда». Ребят, я не знаю, назвать «Почему война в Украине не закончится никогда» 2, но что-нибудь придумаю. Сейчас я буду говорить страшные вещи, ребята. Ну, смысл вы поняли. Ну, начну с того, что я сейчас сижу, собираю на твиттере что-нибудь на завтра. И вот попал симпатичная девушка Ольга Куриленко. Она актриса, она снималась с Томом Крузом. Вот, и, значит, называется статья «Уроженка», ну, не важно как называется, просто я подчеркну, что она «Уроженка Бердянска» у звезды Голливуда. Ну, не такая уж она звезда, но тем не менее. Поинтересовались, почему она публично не говорит о войне на своей родине. Это вот 13 июля этого года. И вот как она ответила. «Как что-нибудь сказать, чтобы изменить что-нибудь? Как что-нибудь сказать, чтобы изменить что-нибудь? Слишком многие заинтересованы в этой войне. Для них это бизнес. Я не говорю в пустоту. Я также не собираюсь пиариться на человеческой трагедии. Это слишком серьезно, чтобы кричать об этом в Инстаграме каждый день. «Мое сердце обливается кровью, видя, как умирают невинные», – заявила Ольга. Ну, я себе пометочку сделал и начал ковыряться дальше. И вот самое последнее, что я нашел, ребята, вот то, что я сейчас скажу, для меня это выглядит страшнее, чем атомная война, да, чем ядерный удар. Слушайте, ничто в континентальной Европе не выглядит хорошо, когда речь заходит об Украине. Возьмем экспорт в Кыргызстан, который на самом деле является просто скрытым экспортом в Россию. Он вырос на 2100% из Польши, на 1300% из Германии, на 1200% из Чехии и на 300% из Венгрии. Ребят, вы видите, что творится? Вот комментарий. Мы должны отдавать себе отчет, что в этом вопросе ничего не изменится. Бизнесу пофиг, от бизнеса зависит правительство. И правительство не намерено ничего на деле менять, к сожалению. Мне что-то вспомнили с 90-х годов, я тогда жил в Дмитрове. Ну, там борьба постоянная была, ну, не только в Дмитрове, вообще в то время, когда Горбачев разрешил бизнес. И вот борьба была за власть. Для чего? Вот, допустим, ты глава района. Вот как у нас был в Дмитрове глава района бандит, настоящий бандит. Вот, ну, потому что он распределяет ресурсы, он на этом обогачается. Вот, и вот сейчас то же самое. Почему? Отсюда вывод, совершенно, ну, еще раз скажу, это слово страшный. Путин не начал бы войны. Вот я говорил, да ну Путин же не дурак начинать войну-то. Еще тогда вот, еще перед февралем. Вот, так вот, Путин не начал бы войны, не заручившись поддержкой всего мира. Я говорю, я отвечаю за свои слова. Заручившись поддержкой Америки, Европы, все, что там, Австралия, Африка, Антарктида. Получается, что вот на этой войне, вот правильно Ольга Куриленко сказала, на этой войне наживается весь мир. Сбрасывают Украине какие-то, какое-то свое старье, там, старые снаряды, там, пульки и все такое прочее. Или какую-то жратву, которая лежит на складах, и дешевле ее отдать просто, чтобы она там не лежала. Понимаете? Понимаете, что получается? Путина в этой войне поддерживает весь мир. Они его снабжают. Ну, вот, как я сказал, там, 2100% через Киргизию поставляют, и там, и сколько, и просто так, и Америка сколько закупает у России. Там, я не знаю, ну, какие-то атомы, скажем, да, там, что-то еще, там, и тут уже нефть, и все такое прочее. Это бизнес, это бизнес на крови, да. И поэтому эту войну будут, это удобно, понимаете? Страшно сказать, да, но это для мира, это очень выгодно. Украина, война в Украине. Понимаете? И оружие, ну, и все, что я уже сказал, пожалуй, я закончу, чтобы не бормотать чего-то лишнего. Вы поняли мою мысль? Пока.